С вами, как всегда, Любопыт. И да, я знаю, что вы любите смотреть на трэшовые конструкторы и мини-фигурки, поэтому приготовил для вас несколько таких. Итак, зашел я сегодня снова в свой любимый магазинчик игрушек, который находится в Магните, чтобы посмотреть, завезли ли там какую-нибудь дичь. Потому что, как вы помните из предыдущего ролика, когда я в прошлый раз туда ходил с той же самой целью, я ничего интересного там не обнаружил. А сегодня я туда зашел и вдруг обнаружил там биг фигурки. Я вроде уже говорил или не говорил еще, но, в общем, скажу еще раз. Мне биг фигурки очень сильно нужны для кастомов, потому что у меня их нету. У меня их нету фактически. Ну, до недавних времен. У меня появилась фигурка Халка. Кстати, в том магазине тоже были одни Халки. Вот, сейчас я вам их как раз покажу. Но того Халка, который у меня сейчас уже есть, я вам пока показывать не буду. Покажу его, когда буду делать кастом. Итак, вот те самые Халки. Каково же было мое удивление, когда я их увидел. Потому что, серьезно, биг фигурки, которые до этого я не мог отыскать в других магазинах, да и в том же самом магазине я один раз спрашивал, есть ли там вот такие фигурки. Мне сказали, что их нету. А в этот раз их там без преувеличения целая куча. Я даже не поверил. Но еще больше я не поверил, когда мне сказали, что вот эти фигурки лежат в магазине уже как неделю. Серьезно. Потому что я уже сказал, я в других магазинах до этого не видел биг фигурки. И думаю, при таком дефиците за неделю эти фигурки точно бы раскупили. Потому что тех трешовых ниндзи с динозаврами от Лепку раскупили. Ну, ура! Я еле-еле успел урвать две фигурки. Уже показывал их вам в одном из предыдущих видео. А сегодня у нас будут Халки. Итак, давайте взглянем на наборы. У нас эти фигурки от моей любимой компании Джин Ран. От которой я уже вам показывал наборчики по Некса Найтс и по Бэтмену. Да, мы помним, какие они были лютые. Но, надеюсь, Халков они не запорят. Потому что сложно запороть такую простецкую фигурку. В ней никаких принтов особо-то нету. Хотя все может быть. Запороть можно все, что угодно. Зато вот мне нравится оформление в каждой коробочке. Очень крутой дизайн. Итак, вот здесь сбоку также у нас нарисованы фигурки сами. У нас с вами серый Халк и обычный Халк. Только с какими-то странными красными лоскутками на спине. Я понятия не имею, что это такое. Сзади нарисованы остальные фигурки, которые есть в этой серии. Кроме вот тех двух, которые у меня сейчас есть. Есть еще обыкновенный Халк и красный Халк. Я вот только не пойму, какой именно лежит в этой коробке. Потому что здесь, на инструкции, нарисован обычный. И здесь тоже он, в принципе, обычный. Но тут и тут он нарисован, я уже сказал, с какой-то странной красной хренью. Я абсолютно не понимаю, что это такое. Да, кстати, я еще заметил, что почему-то именно в этом магазине, в некоторые коробки и мини-наборчики с фигурками, подкладывают сюрпризы в виде одного рубля. Давайте-ка проверим. Нет, вроде не похоже. Да, я, в общем-то, был очень счастлив, когда увидел такое изобилие именно Халков. Потому что, я уже сказал, это для кастомов самые лучшие пик-фигурки. Да, видимо, Фортуна в этот раз не повернулась ко мне жопой. А то я вот заказывал их на Алиэкспресс еще в ноябре. И что-то они не торопятся мне приходить. Тоже заказал двух Халков. Но они, как я уже сказал, до сих пор не приходят. Почему-то. Кроме того, они там стоили по 90 рублей. Да и то, со скидкой. А эти стоят по 60. Повезло мне, короче, очень. Ну ладно. Давайте уже взглянем на сами фигурки. Смотрим, что они из себя представляют. Так. Ага. Этот Халк все-таки со стороны... А, так это все-таки, да, серьезно. Красная странная ткань. Просто что-то вроде плаща. Ну понятно. Он мне вряд ли пригодится. Ну, может, в каких-нибудь других кастомах. Так, а это у нас тут что? Какая-то карточка. Суперхерос. Так, супер. Так. А почему нам положили Капитана Америку? Похожу карточку я, кстати, видел в наборе... Этот, от Лепку с миньоном. Да-да-да, там были карточки с миньонами. А в этот раз нам дали карточку с Капитаном Америкой. Ну, она мне, естественно, не нужна. Разве что в каких-нибудь, не знаю, поделках пригодится. Так. А здесь у нас... Ммм, блин. Что-то какое-то качество пластика. Не очень, по-моему. Странное немного. Так, а как у нас дела с серым Халком? То же самое. Какие-то слегка тусклые цвета, но... Не знаю. А какая у нас карточка здесь? А здесь у нас уже Халк. Да. Ладно. Откладываем карточки. Они меня абсолютно не интересуют. Давайте сейчас откроем. Что-то мне не нравится, я уже сказал, цвет этих мини-фигурок. Ну-ка попробую понюхать. Да нет, вроде не воняют. Так. А, традиционный косяк, который многие китайцы любят. Они не вытащили детали вот из этих фиговин. Придется делать это самому. Так. Ой. На ощупь. Ну, хотя, в принципе, нормальные. Такие гладенькие, глянцевые детальки. На ощупь приятные. Вроде... А, чуть-чуть накосячили с покраской штанов. Сам... Ой-ой-ой, чуть не уронил. Самую малость. А так нормально. Так, а ну-ка посмотрим, как там обстоят дела с принтом на голове. С принтом на голове, в принципе, все отлично. Я уже говорил, запороть такую простецкую фигурку, как Халк, это просто смешно. А что это такое? А-а-а, я понял. Это, короче, штифты, которые надо в руки вставлять, чтобы их прикрепить. К фигурке. Так, давайте-ка это сделаем. Давайте я сейчас соберу обе фигурки и вам покажу. Ой, блин, что-то не хочет вставляться. Грррр. Эх. Ох, еле-еле. Так. Ой. О, держится, кстати, рука зашибись. Отлично, держится. Так, ну-ка посмотрим, как там. С серым Халком. Так. Давайте уж я его достану. И соберу обоих. И потом вам покажу. Ну да, тут, в принципе, тоже детали вот из этих вот оправ не вытащили. Ох, да. И со штанами, ну, возможно, тоже самое малость накосячили. А на голове принт точно такой же. Косяков никаких нету. Можно собирать. Надо сказать, как ни странно, фигурки в этот раз получились хорошие. Потому что до этого, когда я все время смотрел фигурки от Джин Ран, они были трэшовыми. В них было очень много косяков. А здесь же они фактически отсутствуют. Ну, да, я уже сказал, есть незначительные. Возможно, с покраской штанов и так далее. Но, блин, они настолько незначительные, что упоминать о них нет никакого смысла. Да и все равно я эти фигурки для кастомов брал. И для кастомов они сгодятся, какими бы трэшовыми они ни были. И ткань у зеленого Халка, вот эти вот обрывки, которые, видимо, были его одеждой, ну, тоже вроде нормальная. А то я помню, смотрел видос на канале Широ Гек Волд. Так там экшн-фигурки Дарта Вейдера сделали плащ из мусорного мешка. Вы представляете? Офигеть вообще. А здесь уже именно что из ткани, которая похожа на ту ткань, с которой делают плащи для своих мини-фигурок Лего. Ну, в общем, если вам просто так эти фигурки нужны, даже не для кастомов, то купить я их рекомендую, потому что это действительно хорошие мини-фигурки. Да и тем более еще и по адекватной цене, 60 рублей. Так что, если увидите где-то такие фигурки, если они вам для кастомов нужны или просто так, берите, не задумываясь. Приятное в этот раз впечатление на меня произвела компания Джинран. Да, надеюсь, что не последний. Но идем дальше. Когда я покупал Халка, то увидел еще одну фигурку тоже серии Марвел, и у меня возникло желание ее купить. Это у нас Дэдпул, но не простой, а золотой. Видимо, эпидемия золотухи, которую мы наблюдали ранее в Майнкрафте, добралась и до Дэдпула. Причем, как быстро она распространяется, ведь фигурку золотую от Майнкрафта я в другом магазине покупал. Ооо, блин, надо срочно магазины на карантин и закрывать, а то так и оригинальные мини-фигурки с золотухой заразятся. Это ж пипец будет. Ладно, у нас уже эта фигурка от фирмы, которая называется Пинба. До этого я с такой фирмой дела не имел, но смотрел видосы у ютуберов, поэтому знаю, что фирма эта трэшовая. Так, ну здесь сзади у нас нарисована фигурка в полной боевой комплектации и инструкция по сборке. Ну, в плане оружия, мне кажется, эта фигурка зачетная. Здесь вон прикольные ножны на спине, в которые вставляются сразу два меча. Но у меня такие ножны оригинальные есть, только в них что-то мечи плохо держатся. Если здесь будут мечи держаться хорошо, то Олега, алтурщики вы. Ладно, об упаковке говорить нечего. Так, сюрпризы в виде одного рубля, как я понял, в этот раз не ожидается. Ё-о-о-о Он вообще даже не золотой, он желтый Твою мать Напоминает миньона от Лепку А может это он и есть? Нет, это Дэдпул Блин, давайте-ка я его сейчас соберу Блин, я-то думал, что мне попалась ерунда несусветная А оказалась в результате крутая мини-фигурка Вот сами посмотрите У неё просто отличные принты и на торсе, и на ногах Ну, на торсе, возможно, саму малость ехал И на голове тоже шикарный принт Фактически косяков нету Мечи вот в ножнах, которые находятся на спине Тоже отлично держатся Но ножны тут уже другие, возможно, это из-за этого Потому что в той оригинальной фигурке, у которой из ножны Мечи постоянно выпадали Ножни имели другую форму А здесь не такая, как там Может поэтому мечи держатся Но сам факт, они держатся И ещё у Дэдпула здесь имеется два таких вот классных пистолетика Поэтому в плане аксессуаров, в плане принтов Эта фигурка просто замечательная Вот это да Приятно меня удивила Пимба В первый раз покупаю фигурку И вот такая вот классная она оказывается Офигеть Ну, эта фигурка могла бы быть идеальной Если бы они сделали её красной А не жёлтой Вот вроде бы всё в этой фигурке замечательно Только цвет не тот Пожалуйста, сделайте такого красного И я вам буду благодарен Наверное, до смерти Так Ладно Я думал, что я вам сейчас покажу дичь А показываю в результате годные фигурки Это что такое? Видимо, наверное, придётся переименовать Видео в годной Лего из Китая Но По придержите лошадей У нас осталась ещё одна мини-фигурка И она у нас уже серия черепашки Ниндзя Купил я её в другом магазине уже Давайте на неё взглянем Вот думаю, она-то как раз обещает быть страшовой Вот Только посмотрите, какое упоротое лицо Вот Сейчас подождите У меня сохранилась коробочка от того мини-набора от Джинран С пьяными рыцарями Как я их тогда назвал И вот смотрите Точно такое же упоротое лицо Но оно нарисовано на упаковке В реальности это может быть лицо окажется нормальным Что надо ещё посмотреть У нас это фигурка от фирмы, которая называется JLB Тоже до этого не покупал фигурки от такой фирмы Но в видосах у ютуберов я видел Что эта фирма трэшовая И надеюсь в этот раз нам попадётся действительно лютая фигурка Ну а если нет Буду переименовывать выпуск В годные фигурки из Китая Так Надо отодрать этот ценник Да, я не сказал Стоила эта фигурка 62 рубля Чуть-чуть дороже, чем в предыдущие Но ненамного Дэдпул тоже 60 рублей стоил Кстати, как и Халки Так Надо отодрать Хочу посмотреть, какие тут ещё есть фигурки в этой серии Блин Сколько ж тут штрих-кодов всяких Сука, порвался Ах, ну ладно Всё равно более-менее видно Итак, в этой серии У нас есть Эйприл Которая сейчас как раз у меня в руках И четыре черепахи То есть Микеланджело, Донателло, Леонардо, Рафаэль И ещё есть фигурка Шреддера Так Сейчас давайте посмотрим На Эйприл Кстати, я В том магазине Где покупал Халков и Дэдпула Я также увидел фигурки по черепашкам Ниндзя И тоже они вроде были от JLB И тоже из этой вот серии Но покупать я их не решил Наверное, куплю в следующий раз Ах Так Ух, кстати, я не сказал Мне тоже нравится оформление коробки На ней вот нарисованы черепашки Ниндзя Только из фильма Так Так Вот фигурка сама Так И О, здесь уже не одна карточка Слушайте, а целый пак карточек Ну-ка Интересно, интересно Так Рафаэль Шреддер И Микеланджело У нас есть тут Прикольно, надо сказать Что вот интересно за фишка появилась Подкладывать к фигуркам карточки Зачем они вообще нужны Так Ладно, я их себе буду откладывать Потом Может буду использовать в каких-нибудь поделках А мы тем временем заценим Слушайте Ну вы издеваетесь надо мной, что ли? Это очень странно Но мне в очередной раз попалась довольно годная мини-фигурка И я очень удивлен, надо сказать Потому что я планировал сделать выпуск трэшовых фигурок А попались наоборот хорошие Это странно Но Косяки у фигурки все же имеются Это небольшие заусенцы Это Плохо пропечатанные принты в некоторых местах Вон, видно Карманы здесь немного плохо пропечатались И Вот Рот немного пропечатался плохо Кроме того На прическе есть Небольшая дырочка Вот она И волосы Как это ни странно Сделаны Из резины Хотя обычно Вот такие прически из пластика делают А в этот раз сделали из резины Странно На спине тоже есть принт И он Надо сказать Сделан хорошо Собственно Как и на торсике Только на торсике С небольшими косяками Кроме того Здесь есть приятный бонус В виде аксессуара сумочки А также кустика И цветочков Только один нюанс Цветочки здесь Не держатся на этом кустике По инструкции Они должны на нем Держаться Но они держаться Почему-то не хотят Держится только Один Остальные Остальные Вот если перевернуть Они просто падают Но ничего Их можно Просто так Взять и рассаживать На каких-нибудь Самоделках Просто так Вот в разброс А кустик Мне конечно же Пригодится Вот такая вот фигурка Ну что ж Выпуск подходит К концу Нам в этот раз Попались Хорошие мини фигурки Которые я рекомендую Вам купить Особенно Халков Эйприл И Дэдпула Если вам Такие вот Экзотические фигурки Не нравятся То лучше не покупайте И Эйприл Я все-таки Покупать не рекомендую Потому что Ну накосячили Все-таки Китайцы Когда ее делали Хоть немножко Но накосячили А вот Дэдпула Если хотите То покупайте На здоровье Да и Халков тоже Ну спасибо За просмотр С вами был Любопыт И до новых встреч Кстати